Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы, как и на прошлой неделе, тоже выходим в утреннее время, потому что вещание немножечко изменилось из-за пандемии. И у нас на связи по скайпу экономист Банка Латвии Олег Ткачев, который занимается макроэкономическими исследованиями. И сегодня наша тема – это государственные инвестиции и пенсии. Конечно, в первую очередь пенсии, потому что эта тема, наверное, волнует буквально каждого и всех. И как раз этой темой Олег занимался уже в течение, наверное, нескольких лет. По крайней мере, в 2018 году вышло его серьезное исследование по поводу долгосрочности и устойчивости латвийской пенсионной системы и ее будущего в перспективе. Олег, добрый день. Добрый день, как слышно? Слышно вас хорошо. Начинаем работу в эфире. Приглашаем слушателей внимательно следить за нашей дискуссией и нашим разговором и звонить в студию по телефону 672 12 93 9, 672 13 93 9 и задавать свои вопросы, может быть, высказывать свои мнения. Итак, в вашем исследовании было уделено серьезное внимание именно стабильности системы пенсионной, поскольку на нее очень большое влияние оказывает старение населения и сокращение численности его. То есть, таким образом, делается вывод, что из-за вот этих неблагоприятных демографических тенденций, если в 2017 году средний размер пенсии, начисленный людям, вышедшим на заслуженный отдых, составлял 322 евро, то к 2080 году ожидаемый размер пенсии составит всего 165 евро. И мы понимаем, что жизнь дорожает, и инфляция делает свое дело, в особенности сейчас, когда на рынок вбрасываются заемные деньги для того, чтобы как-то минимизировать влияние, социальное влияние и экономическое влияние пандемии. И, конечно, то, что пенсия фактически сократится вдвое, не может не волновать. Вот 2018 год давал такой прогноз, я думаю, что сейчас он, наверное, будет еще более драматическим, или другое мнение сейчас у вас, Олег? Ну, во-первых, там цифры, но я думаю, мы не будем застрять внимание на цифрах, да, 180, 180, вы, наверное, использовали какие-то предварительные наши данные. Но суть совершенно верно вами озвученная, дело в том, что вот этот вот коэффициент замещаемости до дохода, то есть тот процент от дохода, который люди получают, когда выходят на пенсию, он будет сокращаться, да. То есть если сейчас, предположим, человек, выходя на пенсию, новый пенсионер получает в среднем, условно, 400 евро, да, то уже к 60-му году, ну, естественно, в нынешних ценах это было бы 250 евро. То есть речь идет о том, что сокращается та доля дохода, к которому человек привыкает, пока он работает, выходя на пенсию. Но здесь хотел вас тоже поправить, вы сказали о неблагоприятной демографической динамике, это один из факторов, которые сокращают замещаемость. Но еще есть второй фактор, это благоприятная демографическая динамика в том плане, что мы будем жить дольше, больше времени проводить на пенсии, да, и, соответственно, наш накопленный пенсионный капитал будет делиться на большее количество лет. Вот эти два фактора, они, собственно говоря, обуславливают вот эту вот негативную тенденцию, которую мы ожидаем в будущем. Накопленный капитал, ну, мы понимаем, что это понятие, ну, достаточно виртуальное, потому что все-таки наша пенсионная система является солидарной, то есть сегодня работающие люди фактически выплачивают пенсии людям, которые находятся на пенсии. То есть, ну, такого большого кошелька, в котором лежит этот капитал, по сути дела нет. И самое главное, что даже если бы этот кошелек был, ну, и накопления, конечно, какие-то положительные в социальном бюджете имеются, то перспектива вложения этих денег, она очень тоже сомнительная, поскольку сегодня в мире, ну, практически не осталось активов, которые бы приносили, ну, достаточно солидный доход, который, ну, по крайней мере, покрывал бы удешевление этих денег в связи с инфляцией. Как вы считаете? Ну, опять-таки, да, здесь сразу затронули несколько вопросов, давайте, может, по порядку. Значит, еще раз напомним слушателям, что наша пенсионная система состоит из двух частей, да, это так называемый первый уровень и второй уровень. Я надеюсь, что большинство слушателей об этом как бы в курсе и, ну, я думаю, не лишним напомнить, да, что первый пенсионный уровень – это действительно то, что вы упомянули, это виртуальные деньги. То есть эти деньги выплачиваются нынешним пенсионерам. Но самое интересное, что когда система была основана, это в конце 90-х годов, главной задачей было создать такую систему, чтобы не возникло такого момента, когда из бюджета не хватает средств для выплаты пенсии. То есть этот пенсионный капитал, который накапливается в первом пенсионном уровне, он индексируется каждый год, исходя из макроэкономических и демографических тенденций в стране. То есть, если, предположим, дела очень плохи, мы не растем, демография идет вниз, соответственно, наш пенсионный капитал может даже и снижаться. Но будем надеяться, что он будет увеличиваться. Но проблема в том, что он будет увеличиваться не такими высокими темпами, как хотелось бы, чтобы поддерживать наш уровень. Это первый пенсионный уровень. Второй пенсионный уровень, который имеет, соответственно, непосредственное отношение к тому, что мы упомянули о рынках, о возможности заработать на рынках, о финансовых рынках. Значит, второй пенсионный уровень, то, что каждый из нас делает вложения в пенсионные фонды, обязательные вложения. И, соответственно, там, конечно, все зависит от того, ну, скажем так, какая ситуация на финансовом рынке. Мы видели, что ситуация может меняться драматично. Вот вспомним прошлый год. Значит, если в 2019 году год закончился очень хорошо, были достаточно высокие темпы роста на финансовых рынках, и мы очень много заработали. Я имею в виду, мы вкладчики во второй пенсионный уровень. В прошлом году, в марте, помните, какая была баника? Обвал, обвал. Обвал, и люди начали очень переживать, потому что, соответственно, накопленный капитал, он стал сужаться. Вот, но как бы обвал закончился, и уже во второй половине прошлого года был как бы наверстан этот обвал, соответственно, вообще год закончился в плюсе. Если мы посмотрим на отдачу во втором пенсионном уровне, во фондах второго пенсионного уровня, то практически во всех фондах год закончился в плюсе. Вот, поэтому как бы второй пенсионный уровень, он, конечно, подвергается ростам и падениям, но смысл в том, что в течение рабочей жизни человека, это же сколько, ну это где-то 40 лет, да, переживем такие падения и росты не один раз, это как бы нормальное явление. Но долгосрочно, в долгосрочной перспективе эта отдача во втором пенсионном уровне, она даже будет выше, чем в первом пенсионном уровне и позволит все-таки надеяться на то, что наша пенсия не будет слишком низкой. Потому что мы будем, как бы, этот пенсионный капитал, вложенный во втором пенсионный уровень, он не вкладывается только в Латвию, соответственно, не подвергается тем рискам, о которых я упоминал, демографическим и макроэкономическим, которым подвержен капитал первой пенсионной. Ну вот в вашем исследовании отмечалось, что доля накоплений второго уровня, она будет все время расти в сравнении с теми деньгами, которые пенсионеры будут получать из госбюджета. Почему вы делаете такой вывод, если, допустим, ну чисто математически, все-таки в первый уровень идет большая часть социальных взносов, а во второй уровень меньше? Как они могут перераспределиться по ходу пьесы? По ходу пьесы ситуация будет такая, что мы, я говорю именно о темпах прироста капитала, накопленного капитала. Вот первый пенсионный уровень, значит, еще раз, как он прирастает? Как прирастает ваш накопленный капитал в первом пенсионном уровне? Он прирастает за счет трех показателей. Это реального роста экономики, инфляции и, соответственно, нет, извините, реального роста заработной платы и инфляции количества занятых. И вот это количество занятых, в этом вся проблема, потому что мы ожидаем, мы, я имею в виду экономисты, мы используем прогнозы европейской статистической организации Евростата, которая ожидает, что количество жителей в Латвии будет снижаться. А снижая количество жителей, соответственно, будет снижаться и количество занятых. Соответственно, вот этот темп прироста капитала, накопленного в первом пенсионном уровне, будет тормозиться за счет снижения количества занятых в латвийской экономике. И, соответственно, он будет потихонечку приближаться к отдаче во втором уровне и в итоге снизится ниже второго уровня. Ну, когда возник вот этот кризис в прошлом году на фондовом рынке, и люди, которые следят за своими накоплениями второго уровня, обнаружили, что у них вдруг резко упали суммы, которые у них есть на счету, то некоторые страны стали задумываться о том, вообще надо ли делать эти вот обязательные отчисления на второй уровень, и, мне кажется, в Эстонии даже обсуждалась тема отмены этих платежей или временной отмены и так далее, ввиду того, что действительно у людей в прошлом году, да и сейчас ситуация с финансами очень, будем так говорить, тревожная, но в особенности в частном бизнесе, который там, допустим, в сфере торговли работает или в сфере развлечений, фактически они, все эти люди сидят сегодня на пособиях, и, ну, если есть эти пособия, или вообще сидят без денег, и, соответственно, снижение нагрузки на заработную плату, то, может быть, дало бы какой-то импульс для экономики и так далее. Но здесь возникает второй взаимосвязанный вопрос, это если деньги какие-то вдруг появились в излишке, то мы должны понять, куда мы их вкладываем. Ну, для частного лица, может быть, это одна проблема, а для государства это все-таки вторая проблема. И здесь мы говорим уже о развитии экономики, о том, как вот это количество занятых и количество рабочих мест в экономике стабилизировать или же даже увеличить, может быть. Вот в этом ключе как вы рассматриваете перспективу и как оцениваете действия правительства и, ну, государства в целом? Чье правительство? Эстония? Ну, наше, наше, конечно. Наша? Просто вы упомянули эстонский пример, я бы хотел тоже немножко высказаться на эту тему, у меня есть мнение по этому поводу. Значит, во-первых, речь не идет о снижении налоговой нагрузки, да, то есть речь не идет о том, что человек будет меньше платить социального налога, речь идет лишь о распределении этого социального налога между двумя уровнями. И, соответственно, идея такая, что дать человеку возможность выбирать, вкладывать или не вкладывать в этот второй пенсионный уровень. И еще один элемент, я вот честно скажу, не знаю, как далеко это зашло, я знаю, что правительство вроде приняло это решение, но там где-то это все затормозилось, по-моему, президент не подписал, но это надо выяснять. Значит, идея была еще такая, что дать возможность людям не только прекратить вкладывать в этот пенсионный уровень, но и выбрать в прошлом накопленный капитал. То есть вы можете себе представить, ну, какая категория людей, скорее всего, будет выбирать этот пенсионный капитал, накопленный в прошлом. Это люди, у которых проблемы, ну, скажем так, с доходом, да, соответственно, им нужно поддержать текущий доход, текущее потребление. И это ставит под угрозу именно людей с низким доходом, когда они выйдут на пенсию. В принципе, почему я так утверждаю, потому что, в принципе, что-то похожее было сделано в Великобритании. Людям дали возможность раньше пенсионного возраста выбрать накопленный в основном пенсионном фонде капитал. И, соответственно, жизнь показала, что в основном за деньгами бегут люди, которые более подвержены риску, выходя на пенсию. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, то есть эта идея не очень хорошая. Соответственно, я считаю, что нам в Латвии не стоит смотреть в эту сторону. Так, а теперь по поводу инвестиций и вложения денег, и создания рабочих мест, или хотя бы поддержания количества рабочих мест на существующем уровне. Это мы уже другую тему, я так понимаю, затрагиваем. Не, не, мы не другую, но мы говорим о том, что, ну, то, что вы упомянули, стабильность пенсионной системы тесно связана с состоянием экономики и с тем, сколько людей продолжает работать в этой экономике. То есть если мы имеем проекты долгосрочные, которые нацелены в будущее, которые будут генерировать эти рабочие места и, ну, привлекать людей, допустим, наших хотя бы, молодежь, оставаться в Латвии, находить здесь работу и продолжать работать в нашей экономической сфере, в нашей экономической модели. Либо мы, так сказать, отдаем свои ресурсы, то есть умения, знания, навыки молодых людей, ну, каким-то внешним агентам, которые с удовольствием пользуются этими возможностями и привлекают наших людей на работу в своих странах. Ну, все правильно вы говорите. Мы, кстати, в нашем исследовании тоже говорили, очертили возможные решения вот этой проблемы, пенсионной проблемы, да, и, конечно, улучшение демографической ситуации. Это один из ключевых элементов, который помог бы не, так сказать, не осуществиться этому сценарию, который прогнозирует Латвия, я имею в виду снижение количества населения и трудоспособного населения и рабочей силы. Как это сделать? Ну, это тоже очень сложный и комплексный вопрос. Это же, вы понимаете, что демография – это вещь очень сложная, она зависит и от смертности, и от рождаемости, от миграции. Каждый блок можно как бы рассматривать отдельно, да. Ну, мы также затронули другие возможные решения этой проблемы, в том числе мы говорим о том, что необходимо развивать еще, вы знаете, что у пенсионной системы есть третий пенсионный уровень, да, когда люди делают свои накопления и откладывают свои средства, как-то пытаться более активно людям участвовать в этом третьем пенсионном уровне и откладывать на свою пенсию. Ну, кстати, вот по мотивам вашего исследования, в 2019 году там же в Банке Латвии проходила дискуссия с участием различных экспертов из сферы страхования, из ассоциации работодателей. И вот по поводу этой демографии и поддержки семей тоже прозвучали интересные мнения, в частности, Пэтрис Лейшканс из ассоциации работодателей сказал, что фактически сегодня ситуация такова, что родитель, который дает жизнь ребенку, он, ну, мало того, что его расходы в этот период жизни его и ребенка не компенсируются какими-то государственными пособиями, так он еще и теряет фактически в пенсии, потому что в это время как раз накоплений, его накопления не увеличиваются, и он теряет несколько лет для того, чтобы вкладывать в эти пенсионные фонды. Вот как вы видите возможное решение этой ситуации? Вы обращали внимание на то, что должны приниматься некие политические решения. Вот что может способствовать принятию таких политических решений и что может быть им препятствовать? Ну, здесь всего лишь нужно изменить... Нет, я согласен с этим замечанием, да, но здесь речь идет лишь об изменении законодательства, чтобы вот в этот период, когда родители в отпуске за ребенком, за них платились, соответственно, пенсионные отчисления. Это всего лишь, ну, это понятно, что... А кто должен платить? Кто будет тогда платить? Государство? Да, конечно. Это будет бюджет. Ну, или, может быть, можно исключать эти годы просто как бы из расчета пенсии, или так нельзя? Понимаете, она же... Скажем так, эти годы... У нас же не та система, когда ваша пенсия зависит от отработанного там стажа или что-то. Зависит от накопленных средств. Да. Соответственно, это исключится. Но и вот оно и исключается. Вот в этом-то и есть проблема, да. Ну, то есть сегодня в государственном бюджете, очевидно, нету средств для того, чтобы делать такие взносы, потому что это, ну, достаточно большие взносы должны быть, если там у человека, допустим, средняя зарплата 1000 евро, и полтора года мамочка сидит по уходу за ребенком, то это просто какие-то тысячи получатся, которые... Получится в месяц 200 евро. Ну, 20% идет на... Так у нас пособие по уходу за ребенком... В общем, я вам не могу сказать, это надо смотреть цифры. Но я не думаю, что это какая-то космическая сумма, честно говоря. Тем более, что вы видели прекрасно у нас сейчас темпы рождаемости в этом году, в прошлом году уже снизились. Да. Это, по-моему, рекордное снижение рождаемости или рекордно низкая рождаемость в Латвии за 30 лет в этом роде. Поэтому я не думаю, что это какие-то космические суммы всего лишь. Ну, я думаю, что в этом есть рациональное зерно, это просто необходимое решение, которое должно принять политическое. Ну, наверное, прежде чем такое решение будет принято политически, должны быть какие-то экономические расчеты, сколько это может потребовать из бюджета. Как у нас всегда бывает, у нас на многие, так сказать, статьи расходов деньги выделяются, так сказать, ну, можно сказать, без каких-либо обсуждений, там, в частности, на оборону. Ну, а когда речь идет о зарплате, допустим, врачей, то почему-то нужно обокрасть самоуправление для того, чтобы медикам выплатить обещанным им законом повышения зарплаты. Поэтому я не думаю, что эта дискуссия будет такой простой. И, скорее всего, для политиков более веским аргументом будет недовольство пенсионеров будущих или текущих тем, что если сейчас там условно 40% замещения их зарплаты текущей, то от 1000 евро это будет 400 евро, а через пару десятилетий это будет 24%, то есть человек, получая 1000 евро, вдруг переходит на 240, и это, конечно, очень существенное падение вниз. И, ну, люди пока, может быть, этого не знают, и они ваши умные статьи не всегда читают, вот, и мало кто решится, может быть, из политиков им об этом открыто говорить. Но, тем не менее, проблема существует. Вот как сделать, чтобы политики ощутили давление народа в этом вопросе? Вы знаете, действительно, ну, конечно, наши статьи, может быть, не настолько популярны, но мы стараемся, как бы, идти, как говорится, в народ, да, используя средства массовой информации. Я помню, что, вот вы упомянули, в 2019 году была эта дискуссия. Очень много, ну, поднялась достаточно серьезная волна на эту тему. И, в том числе, я ходил, участвовал в некоторых передачах и на радио, и на телевидении. Люди заинтересовались, и я думаю, это вот этот способ, как мы доносим информацию до общественности, не только касательно Пенсии, но и других наших исследований и анализа, которые мы проводим в Банке Латвии. Ну, соответственно, какой инструмент? Ну, как бы, тема начинает активно дискутироваться, люди начинают этим интересоваться. Соответственно, и политики подтягиваются, потому что политики реагируют на то, что, как бы, какие интересы у общественности, правильно? Если люди будут, соответственно, поднимать этот вопрос чаще, соответственно, и он станет более актуальным и в политической дискуссии. Ну, один из инструментов, которые могут помочь, может быть, Латвии свести концы с концами в пенсионной системе, это ввоз рабочей силы из-за рубежа. Да, и вы приводили этот пример тоже в своих материалах о том, что поляки решили проблему эмиграции своих жителей в другие страны за счет эмиграции рабочей силы из Украины. И такая тенденция появилась и у нас. Однако, насколько вы можете отследить качество и количество этой рабочей силы? Кто смотрит в эту сторону из латвийских аналитиков, экспертного сообщества, чтобы понять, какое количество людей необходимо для того, чтобы поддерживать экономику на плаву? Ну, и насколько это, опять-таки, долгосрочная стратегия? Потому что, ну, если говорить о том, как Западная Европа использовала Восточную, то, в первую очередь, она использовала мозги, да? То есть, Восточная Европа вложила деньги в образование, оно у нас пока еще остается достаточно качественным. И фактически за этих людей, которых Восточная Европа подготовила, Западная не заплатила ничего, да? То есть, там, Ленберг, по-моему, выступал и говорил, что каждый человек, которого Латвия отправила за границу работать, стоил ей от 50 до 100 тысяч евро. И если мы там отправили 400 тысяч людей работать за границу, то никто нам этот человеческий и фактически экономический потенциал не возместил. Вот в этой ситуации, если перевернуть ее в другую сторону, то мы бы были заинтересованы, и это отмечено и в документах законодательства нашего, да, что мы ориентируемся на то, что мы ввозим квалифицированную рабочую силу, там, инженеров, программистов, там, машиностроителей и так далее. Вот как создать для этих людей какую-то долгосрочную основу для того, чтобы они продолжали работать в Латвии и поддерживали наш экономический потенциал? Ну, вы знаете, мне кажется, что как раз-таки проблема в том, что нет никакого четкого плана. Вы ссылаетесь на какие-то законодательные, на законодательство, но я, честно говоря, может быть, я не так активно следил за этим, но я не слышал, чтобы в Латвии активно дискутировалась вот эта проблема иммиграции, квалифицированной рабочей силы на серьезном уровне. Да, чтобы был какой-то конкретный четкий план, стратегии и так далее. Вот этого, мне кажется, абсолютно нет. То есть есть какая-то просто иногда дискуссия, которая просто витает в облаках, да. То есть это не какие-то серьезные вещи, которые у нас обсуждаются. И потом, вот смотрите, недавно был тоже пример, какое-то там количество белорусов, да, которые хотели переехать и работать здесь, в Латвии. Да. Это как раз-таки вот живой пример квалифицированной рабочей силы. И там была проблема какая-то, что они не могли даже открыть счет в Латвии. То есть, ну, нет ни стратегии, ни плана, мне кажется, в этом большая проблема. И тогда, когда прижмет, не будет ли так, что сюда будет наплыв как раз-таки неквалифицированной рабочей силы. Поэтому проблема, мне кажется, в том, что это настолько политизированный вопрос, связанный в том числе с нашими внутренними проблемами, этническими и так далее, что люди боятся, и политики боятся вообще этот вопрос поднимать, а он никуда не денется. Потому что иммиграция квалифицированной рабочей силы – это как бы один из элементов, как действительно улучшить экономическую ситуацию, демографическую ситуацию и так далее. Вот вы говорите, западные страны, да, подготовили и, так сказать, забрали к себе наших молодых людей, трудоспособных, и так далее. А почему мы не можем так же поступить, в чем проблема? Почему мы жалуемся на другие страны, а почему мы не можем использовать этот опыт и сами перенять его? Мне кажется, существует какая-то пока что… Вот это такой вообще вопрос табу, который не очень-то и политики, да и, честно говоря, в обществе любят обсуждать. Ну, этот вопрос так или иначе всегда сползает в какую-то политическую плоскость. И если, допустим, в прошлом десятилетии или уже теперь в позапрошлом больше были такие политики, как Шлессерс, который говорил, что, допустим, русский язык является преимуществом Латвии в том плане, что для большинства людей он свободно используется, и поэтому это может быть большим плюсом в наших выстраивании каких-то экономических отношений. И потом уже после него при дискуссии о русских школах Лемберг говорил о том, что мы можем быть более привлекательными, чем, допустим, Германия или Польша, которые за тех же украинских инженеров борются, поскольку здесь тоже уже возникла международная конкуренция, потому что у нас есть школы, где они могут своих детей обучать на родном языке. Но, однако, эта тема, как бы вместо того, чтобы иметь какую-то поддержку и стратегию, она, наоборот, всячески сужается, задавливается и так далее. И это тоже, наверное, не говорит о том, что существуют стратегии, существует какая-то политическая воля. И в этой связи, конечно, у меня вопрос о том, насколько вообще политики обращаются к вашему экспертному потенциалу для того, чтобы принимать какие-то решения. Насколько вы часто получаете приглашения из Сейма, допустим, с финансово-бюджетной комиссии или с комиссии по развитию народного хозяйства для того, чтобы дать свою оценку ситуации и предложить свои рецепты? Да, постоянно. Наши сотрудники участвуют в вами упомянутых комиссиях, и мы постоянно высказываем свое мнение, которое основано на экспертных оценках, на исследованиях. Другой вопрос, что не всегда они, конечно, берутся во внимание. То есть вы понимаете, что у политики, их задачи, скажем так, конечно, они выслушивают то, что мы им говорим, но у них есть свои соображения, которые основаны на их интересах, политических интересах. Но я не могу сказать, что все так безнадежно. Тут ведь мне главное, мне кажется, главное это настойчивость, то есть пытаться говорить, продавливать свою точку зрения постоянно, то есть не пытаться махнуть рукой, сказать, а нас никто не слушает. Зачем нам тогда нужно? Ну это, кстати, относится, наверное, не только к вам, как к эксперту и вашим коллегам, но и относится к обычным гражданам. И, кстати, вот мы сейчас имеем возможность спросить умного человека, эксперта и экономиста Банка Латвии Олега Ткачева о том, как будет развиваться наша пенсионная система. Телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете позвонить, задать свой вопрос. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. И запись этой передачи будет через день-два опубликована на Ютубе, так что ее можно будет пересмотреть и еще раз услышать аргументацию нашего сегодняшнего гостя. И давайте мы еще поговорим о том, как все-таки страна сейчас вот в этих условиях сегодняшних непростых и в целом строит свою какую-то экономическую стратегию. Видите ли вы желание эту стратегию все-таки обрести? Потому что мы уже 30 лет говорим о том, что должны быть у страны приоритеты, должны быть явно выраженные политические какие-то вехи, к которым государство стремится, в которых оно специализируется. Однако же так до сих пор у нас этого ничего и не возникло. Ну вот стали говорить об образовании как одной из сфер, которая может привлекать, быть экспортной для страны. Но эту тему закрыли вместе с законом о вузах и с ограничениями по языку преподавания в вузах. То есть получается, что тема транзита, вот она как вообще в прошлом году пошла так под откос и неизвестно, как мы выкарабкаемся из этой ситуации. Хотя мы видим, что чисто политически мало отличающаяся от Латвии Литва все-таки в этой сфере нормально работает и Клайпинский порт развивается в отличие от наших. Не кажется ли вам, что какие-то здравые экономические аргументы постоянно идут в лоб политическим веяниям и в итоге не получается никакого позитивного движения вперед? Или все-таки есть какие-то позитивные моменты, которые вы можете отметить? Нет, ну они всегда идут в любой стране, какие-то экономические веяния, они как бы сталкиваются с политической волей лидеров и политиков, и правительства. А что касается того, что нет ни стратегии, ни плана, так уж совсем я бы не стал говорить. Ведь все-таки у нас как бы существуют определенные документы, над которыми работает государство, выдвигает стратегии на ближайшие годы. А сейчас вот на перспективу, ну во-первых, мы сейчас такое тяжелое время с вами говорим, вы понимаете, что сейчас бы главная задача вообще это как бы пережить вот этот вот период пандемии и связанный с пандемией экономическим кризисом. Вот, но после того, как ситуация стабилизируется, то следующим актуальным вопросом будет, вы знаете, да, про фонд восстановления, который Европейский Союз выделяет странам Евросоюза и достаточно большие деньги. Как правильно освоить эти деньги так, чтобы они пошли и не на латание дыр, а вот именно на долгосрочное развитие государства. Вот, и над этим сейчас, в ближайшие полгода, я так понимаю, будет работать, в том числе правительство, выдвинуться какие-то инициативы. Нет, ну, конечно, сейчас сложно говорить о позитивных вещах, когда, ну, понимаете, что когда ситуация достаточно такая тревожная, да, но они, если посмотреть в долгосрочной перспективе, ну, если мы оцениваем, как мы живем сейчас и жили там 20 лет назад, но есть же позитивные изменения, которые каждый из нас ощущает. Ну, позитивные изменения есть, но каждый человек со своей точки зрения оценивает их по-своему, то есть, опять-таки, если обращаться к вашему исследованию, дискуссии, которая состоялась, один из моментов, который вы отметили, это то, что около третьей населения не платит социального налога даже с минималки, и вот, идя навстречу вашим пожеланиям, правительство решило ликвидировать фактически систему микропредприятий и серьезно ограничить самозанятых лиц, ну, в заботе, конечно, о них прежде всего, но эта забота оборачивается тем, что многие люди просто останутся без работы вообще или уйдут в серый сектор. Ну, у нас есть звонок, давайте мы все-таки послушаем радиослушателей. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, вот вопрос такой. Часто говорят, что скоро у нас не будет пенсии, и вы останетесь типа без пенсии. Засколько это правда? И второй вопрос. Почему вот эти фонды, которые выделяет Евросоюз каждый раз, вот каждый год, уже лет 10-15, наверное, Латвия вечно почему-то не выполняет? Как это объяснить? Раздолбайством или невозможностью? Спасибо вам, да. Очень хороший. Меня слышно, да? Да-да-да, конечно. Да, очень хороший вопрос. На самом деле, первый вопрос по поводу пенсии. Действительно, очень часто люди говорят, ну, не будет никакой пенсии, что там говорить. На самом деле, пенсия будет. Но, видите ли, пенсионная система, она, в принципе, исторически сложилась только в прошлом столетии. И она, как бы, сложилась и развивалась в тот период, когда экономики развитых стран росли, ну, бурными темпами. Да, соответственно, были средства, с которых платить пенсию будущим, ну, текущим пенсионерам. Сейчас ситуация противоположная. И, соответственно, возможности выплачивать высокие, значит, пенсии, не меняя при этом, скажем, налоги, она уже, ну, эта возможность иссякает. И то, что мы наблюдаем в Латвии, да, и наши прогнозы касательно будущего пенсионной системы Латвии, это, в принципе, касается практически всех стран Евросоюза. Естественно, там эти уровни намного выше, это понятное дело. Вот. Но падение в доходе будущих пенсионеров прогнозируется, если я не ошибаюсь, во всех стран Евросоюза. Соответственно, частично, отвечая на ваш вопрос, частично в этом есть рациональное зерно, в этом утверждении, да. Пенсии будут, государственные пенсии останутся, но они не будут способны поддерживать уже тот уровень дохода, который они поддерживали в предыдущие десятилетия. Это значит, что в будущие годы и в будущие десятилетия все больше, скажем, ну, то, как человек будет жить, будет зависеть от его собственного накопления. Ну, естественно, если не поменяются какие-то совершенно, ну, все серьезным образом экономическая политика стран, там, перераспределение дохода и так далее. Вот. Что касается второго вопроса, то я, честно говоря, не очень его понял. Мне кажется, что все-таки Латвия, если я не ошибаюсь, один из чемпионов вообще по освоению европейских фондов, с этим проблем никогда не было. Проблема, скорее, в том, как мы их осваиваем. Я хочу тут упомянуть наше исследование, мы с коллегами его делали пару лет назад. Вот. Мы взяли один из таких фондов, это фонд регионального развития, который осваивают как государственные институты и предприятия, так и частные предприятия. Мы посмотрели влияние этих фондов на деятельность частных предприятий, вот именно на этот узкий сегмент. И что мы выяснили? Мы выяснили то, что частные предприятия, которые получают гранты из этого фонда, Европейского фонда регионального развития, они действительно делают инвестиции, они увеличивают капитал, они нанимают новых работников, но мы не видим, как даже в среднесрочной перспективе, чтобы в этих предприятиях увеличивалась производительность труда. Для кого не секрет, это в экономике такая манта, что производительность труда – это основная движущая сила экономики. То есть экономика растет только тогда, когда увеличивается производительность, скажем так, наш доход на душу населения растет, если мы работаем более производительно. Поэтому тут вопрос даже не в том, что мы не осваиваем какие-то средства, а как мы их осваиваем. То есть получается, что эти фонды позволяют расширяться экстенсивно, а не интенсивно? Получается, что так, да. Ну, опять-таки, исследование было проведено на данных по фондам с 2007 по 2014 год. Может, что-то улучшилось за это время. Мы, кстати, планируем в этом году посмотреть, как ситуация изменилась с 2014 по 2020 год. Но вот есть вопросы именно по освоению фондов Европейского Союза. У нас есть вот сейчас активность слушателей повысилась и есть звонки, но, к сожалению, время программы подходит к концу, и мы уже не можем их принять. Большое спасибо радиослушателям за участие в передаче. Сегодня мы обсуждали тему долгосрочности пенсионных накоплений с экономистом Банка Латвии Олегом Ткачевым, который исследует эту проблему и другие экономические проблемы Латвии профессионально. Я надеюсь, что наша встреча не будет последней, и Олег еще неоднократно прокомментирует какие-то наши вопросы и проблемы в эфире радио «Болтком». Если резюмировать нашу сегодняшнюю передачу, то можно сказать, что из-за демографических ситуаций и развития экономики Латвии будущее пенсионеров, оно, увы, довольно грустное, потому что размер замещения дохода, который будет происходить с выходом на пенсию, будет уменьшаться. То есть, по прогнозам экономистов, вместо 40% замещения, которое существует сегодня, замещаться будет только 24% и будет повышаться дальше пенсионный возраст, поскольку продолжительность жизни увеличивается, и для того, чтобы сохранить текущий уровень выплаты пенсии, придется сокращать, чтобы поддержать границу между продолжительностью жизни и выходом на пенсию, придется увеличивать пенсионный возраст. И это, опять-таки, ставит какие-то проблемы и вопросы перед политиками, перед государством, чтобы задействовать людей, которые находятся уже в солидном возрасте, все-таки в каких-то производительных сферах и в экономике. Спасибо Олегу Ткачеву и Банку Латвии за их экономические исследования. Мы будем за ними следить. И еще раз благодарю, Олег, вас за участие. Всего доброго. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии «Радио Золотарев». Всего доброго.